Рабочая поездка губернатора при Ангаре в Шелиховский район началась посещение средней школы села Алха. Геревянное здание, построенное еще в 1930 году, сильно обветшало. Однако средств, которые выделяются из бюджетных и частных источников, хватает только на текущий ремонт. Решением проблемы должно стать возведение в населенном пункте комплекса «Школа-детский сад» на 250 мест. Участок для него уже выделен. Сейчас предварительная сметная стоимость комплекса – 650 миллионов рублей. Глава региона дал поручение включить затраты по финансированию объекта в областную программу развития образования на 2014-2018 годы. Это очень важное решение, потому что со своей стороны мы уже подготовили площадки, подготовили проекты. Да, есть еще другие предложения по проектам, разумеется, мы готовы их все обсуждать. Из Алхи Сергей Ерошенко отправился в село Баклаши, где посетил местный дом культуры. В 2002 году здание было повреждено пожаром, сгорели танцевальные и зрительные залы, обрушилась часть кровли. Теперь все мероприятия приходится проводить в фойе сохранившейся части здания. Но, несмотря на трудности, в доме культуры продолжают действовать 11 кружков для взрослых и детей. Мягкие игрушки, сшитые воспитанниками, преподнесли в подарок главе региона. Это вот такая лошадка, символ, а это гномик, домовенок Вася, чтобы он нес благополучие, покой и чтобы все было хорошо. Чтобы и здесь стало хорошо, зданию требуется капитальный ремонт. Общая стоимость работ составляет 25 миллионов рублей, большая часть из которых пойдет на обеспечение сейсмобезопасности клуба. По распоряжению главы региона, дом культуры в селе Баклаши будет отремонтирован по областной программе развития культуры. Начать работы планируется уже в следующем году. У нас есть для этого возможности. Нам необходимо, чтобы консолидация власти от президента до муниципального образования была полной. И тогда будет реализация прямая государственная функция, которая направлена на улучшение комфортности проживания каждого жителя. В завершении поездки губернатор посетил музей знаменитого уроженца Баклашей генерала Афанасия Белобородова, расположенный в средней школе. Здесь же в актовом зале прошла встреча с местными жителями, на которой глава региона ответил на вопросы, собравшихся о дальнейшем развитии социальной сферы и всего Шелиховского района в целом. Мария Князева, Константин Синицын. Новости сейчас.